Первые творческие шаги Искра Раимкулова начала в 1957 году, в основном играя роли детей. Она воплотила 30 образов. Особо запоминающимся стал образ Дженни Шпека из пьесы Бексултана Джакиева «Судьба отца», ставшего легендарным персонажем. Сама актриса признавалась, что мечтала о ролях Джульетты, а вместо этого ей предлагали роль мальчишек. Но потом она полюбила своих героев и гордилась тем, что стала актрисой травести. В детстве мы с мальчишками часто играли во дворе старого небольшого театра. Мне было лет 10 и Искра Раимкулова часто переодевшись в мальчика, веселилась, бегала и играла с нами в мальчишечьи игры. Оказывается, она тогда готовилась к роли Дженни Шпека, образ которого потом сыграла с большим вдохновением. Зрители ее будут помнить всегда. Я пришел в театр в 1975 году и с тех пор работали вместе с ней на одной сцене. Больше полвека своей жизни Искра Раимкулова посвятила театру и кино. Она создала много разноплановых и незабываемых образов, играла свои роли проникновенно, честно, правдиво. Самый яркий из них – роль Джульетты в пьесе Ромео Джульетта, героиня фильма «Алымкан» и роль Алиман в материнском поле. Киноленты вошли в золотую коллекцию кыргызского кино. Искра Раимкулова до конца жизни посвятила себя искусству, кино и театру. Яркий образ известной актрисы Искры Раимкуловой, посвятившей свою жизнь кыргызскому народу и оставившей неизгладимый след в области культуры и искусства, навсегда запомнится кыргызстанцам, ценителям культуры и искусства, современникам, коллегам и родственникам. Искра Раимкулова трудилась не только на сцене театра и снималась в кино, но и работала диктором на крыгызском телевидении. Везде актриса выкладывалась полностью. Зрители восхищались её красотой и образами, которые она воплощала на экране. Она была очень красивой женщиной, была дублёром Татубы-Бутурсумбаевой. Искра Раимкулова сыграла роль Джульетты. Это уже говорит о многогранности её таланта. Она была человечной, честной и доброй. Актрисе повезло не только в творческой, но и в личной жизни. Вместе с мужем они воспитали двух дочерей и двух сыновей. В кругу семьи, родных и близких, Искра Раимкулова была очень тактичной, мягкой и внимательной. Тётя была добрая, нежная, ласковая, никогда не повышала голос. Они с мужем прожили много лет, достойно воспитали детей, дали им образование. Последние два года она сильно болела, муж и дети ухаживали за ней. Мы благодарны им за это. За большой вклад в развитие Кыргызского национального театра и кино, успешную творческую деятельность Искра Раимкулова была награждена государственными наградами. Заслуженная артистка Кыргызской СССР, народная артистка Кыргызской республики. Искра Раимкулова – уроженка села Шабданки Минского района Чуйской области. Родилась она в 1937 году. Накануне в возрасте 84 лет актриса скончалась после продолжительной болезни. Похоронили ее на кладбище Аларча.